бутсы гетры целлофановые пакеты любой кто более менее серьезно занимался футболом в беларуси знает это обычная экипировка для сурового зимнего периода времени пакеты кто не в курсе надевают на ноги чтобы не промокали и вот представьте себе реакцию на нашу январскую действительность защитника дэвида тв который налегке прибыл в нашу страну с одним рюкзачком да еще и попал под нагрузки анатолия юревича в энергетике парень вырос в либерии на берегу океана а сегодня после расширения кругозора он воспринимает жизнь совсем по-другому неизвестно как сложится карьера тв в дальнейшем но судя по его риторике это готовый футбольный агент дэвид не могли бы вы рассказать нам немного о себе о вашей семье и стране в общем и целом я родился в либерии это маленькая страна на западе африки у меня большая семья живем все вместе мама папа тетя еще у меня есть четыре брата и пять сестер отец работает в министерстве внутренних дел мать руководитель в школе действительно обе должности неплохие однако заработка недостаточно чтобы полностью содержать семью поэтому я и стремлюсь прогрессировать как футболисты день ото дня сейчас от меня многое зависит в основном забота обо всех в семье лежит именно на мне с каждой зарплаты я отправляю деньги родным спортом профессионально занимаюсь тоже только я правда у меня есть еще двоюродный брат эдвард ледлум он пытался закрепиться в энергетике но к сожалению не срослось и эдвард был вынужден отправиться домой постоянного трудоустройства у братьев и сестер нет в нашей стране вообще сложно найти работу чтобы зарабатывать хоть какие-то деньги либерия очень красиво живут все мирно у нас есть выход к океану там очень жарко и всегда солнечно все в либерии хорошо кроме экономики у нас нет богатых семей а очень многие живут в нищете помните ли как приехали к беларусь как решились на подписание контракта с энергетиком идея приехать в беларусь принадлежала моему агенту я получил сообщение в фейсбуке от него что есть возможность переезда в минск на тот момент я не знал ничего про вашу страну агент напомнил мне про ботэ кстати у нас в либерии все борисовчан зовут бит я погуглил вспомнил что желто-синие играли с баварией барселона и арсеналом потом мы с агентом поговорили про страну и я решил что хочу попробовать честно мне было не принципиально где я буду выступать просто мне хотелось играть футбол профессионально и параллельно помогать своей семье мы обо всем договорились агент предупредил что мне стоит взять с собой много теплых вещей но я не понял зачем ведь я ехал в европу и рассчитывал все купить здесь серьезно я приехал в беларусь без багажа даже без бутс все свои вещи я раздал друзьям и родственникам в либерии я прилетел в минск с рюкзаком и работники аэропорта были озадачены отсутствием чемоданов когда я вышел из здания на улицу я почувствовал себя как в морозильной камере было очень очень холодно я конечно был в шоке на следующий день по плану была тренировка хорошо что агент нашел мне какие-то бутсы чтобы я мог показать себя во время занятия на поле был снег впервые в жизни я видел снег чтобы как-то согреться я надел носки затем полиэтиленовые пакеты и только потом бутсы но не помогло из-за холода я ногами пошевелить не мог помню как после тренировки позвонил родителям и сообщил что из-за холода я не могу здесь играть футбол они сказали ты должен погода тебя не может остановить хорошо что я тогда прислушался сейчас я уже привык к вашему климату и такая жара плюс 33 градуса как сегодня для меня уже непривычно сравните две страны беларуси и либерии я думаю что разница огромна дома в либерии мне кажется я знаю каждого когда же я приехал в минск для меня все были незнакомцами но сейчас это мои добрые друзья здесь я могу поделиться своими проблемами обратиться за помощью к любому человеку существует большое различие и в футболе все-таки в беларуси уровень игроков выше а их подготовка лучше это европейский чемпионат а здесь есть возможность выйти из команды в лигу чемпионов или лигу европы и показать себя там инфраструктура организация белорусского футбола превосходят либерийские однако я думаю что либерийские футболисты все-таки техничнее белорусских ваши игроки быстро бегут они достаточно выносливые у них есть сила воли но в плане техники ваши уступают нашим если бы энергетик играл в либерии он был бы топом мы даже в беларуси претендуем на высокие места а уж и в либерии мы были бы трехкратными чемпионами как минимум очень отличается еда если честно мне не особо нравится белорусская кухня я из африки и поэтому предпочитаю острую пищу не сказал бы что белорусы фанаты табаско или перца чили после тренировки я не хожу в кафе а иду домой чтобы приготовить себе еды а повар если честно из меня так себе но это небольшая проблема либерийская кухня может похвастаться различными соусами приправами и специями у нас всегда есть свежие экзотические фрукты которых тут не достать этого мне не хватает а еще помните про океан либерийцы едят много рыбы и морепродуктов это доступная пища качество белорусской рыбы не сравнится с либерийской первое блюдо которое я попробовал в минске борщ мне он не очень понравился поэтому если нам и предлагают супы то обычно я пью только бульон когда я приехал в минск мне показалось что здесь все очень дешево то есть ты приходишь магазин например за обувью хочешь купить ботинки они стоят 300 рублей то есть примерно 130 долларов и вроде бы это немного но тут я вспоминаю про либерию и понимаю что за эти деньги там можно жить два месяца как минимум как дела в команде в энергетике все классно здесь прекрасный коллектив и я горжусь тем что играю за студентов энергетик лучший возможный выбор для моих соотечественников клуб помогает молодым игрокам в команде мы проходим школу жизни причем не только футбольную философия здесь такова даже если у тебя есть все ты все равно должен достигнуть еще большего поэтому для африканских легионеров этот клуб этот главный тренер лучшее что может случиться когда я приехал в беларусь все говорили о какой он талантливый игрок но только анатолий юревич и сделал из меня профессионала поэтому я максимально благодарен ему честно меня не устраивает личная статистика я уверен что могу играть гораздо лучше и не думаю что текущий сезон для меня складывается успешнее чем предыдущий попадание в еврокубке стало бы большим толчком в развитии энергетика в прошлом сезоне мы только вошли в высшую лигу и боролись за выживание а сейчас мы сражаемся за евро осень команда трудится каждый день и мы правда очень много работаем и мне кажется что выиграть чемпионат нам по силам хотя любое место в тройке будет большим успехом нам нужно достичь цели у нас все для этого есть мы уже побеждали и батэ и динамо брест это футбол здесь может произойти все что угодно вариант перехода в другую команду беларуси я не рассматриваю мы никогда не обсуждали с агентом этот вопрос сейчас я полностью сосредоточен на своей работе в энергетике ботики can say about all the 100 прокомментируйте события которые сейчас происходят в сша то что сейчас происходит в америке ужасно трагедия джорджа флойда ранила меня однако понимаю здесь и сейчас я ничем не могу помочь надеюсь что история изменит мир в будущем стараюсь не читать новости из сша не потому что мне все равно а из-за того что это действительно больно с проявлением расизма в беларуси не встречался правда я очень редко выбираюсь погулять иногда когда иду с тренировки я замечаю что люди оборачиваются мне вслед смотрят пристально и говорят вау поначалу я думал отчего это все что им от меня нужно однако теперь осознаю в беларуси немного темнокожих возможно не все люди вообще видели таких как я